Привет, друзья! С вами снова Михаил, и сегодня у меня для вас очередной обзор перьевой ручки. И эту ручку любезно одолжил мне мой коллега по увлечению по имени Дмитрий из города Санкт-Петербург. Дмитрий, спасибо вам огромное! Итак, друзья мои, вот такая вот немножко тертая жизнью коробочка. Как вы видите, на ней написано Pelican AG. А вот здесь вот у нас с вами написано Made in West Germany. То есть нам с вами сразу становится ясно, что эта ручка сделана была до объединения Германии, до 1991 года, если я не ошибаюсь. Внутри вот этой картонной коробочке у нас с вами вот такая вот пластиковая шкатулочка, боксик, написано Pelican. Старый логотип Pelican с двумя Pelican'юнками в гнезде. Здесь вот у нас с вами кнопочка. Коробочка открывается, инструкция. И, собственно, сама ручка. И это у нас с вами достаточно редкая и достаточно нехарактерная для Pelican'а моделька, которая называется Signum P560. Signum – латинское слово, которое обозначает знак. И ручки вот этой серии выходили с 1979 по 1988 годы. Внутри этой серии было целых 17 вариантов ручек, да, и вот P560 – одна из этих ручек. А я думаю, что вам совершенно очевидно, что ручечка тоненькая, стальная, да, и явно следовало тенденции моды, которую задала компания Aurora, выпустив ручку Hestel. В 1969 году Aurora выпустила вот такую вот очень простенькую, очень тоненькую, аккуратненькую ручку, да, и мода качнулась вот в эту сторону. Ну, и все 70-е и часть 80-х годов, все практически производители того времени выпускали тоненькие, простенько оформленные ручки. Вот это Aurora Hestel, ну, а вот, например, вот это достаточно редкий Mandlan Titano. Ну, как видите, ну, в общем, то же самое, да. Значит, ну, и давайте тогда мы с вами посмотрим на вот эту вот модельку. Значит, еще раз, Signum P560. Как расшифровываются пеликановские номера, честно говоря, я не знаю. Единственное, что я знаю точно, P – патроненфуллер, то есть ручка, заправляемая картриджами. M – это ручки с поршневой системой заправки, K – шариковые ручки, ну, и так далее. Значит, вот такая вот длинненькая, тоненькая ручка. На сайте, посвященном пеликанам, написано, что она сделана в ульмском стиле дизайна, да, ульмская школа дизайна. Ну, друзья мои, это какое-то под направление баухауза, ничего в этом не понимаю, извините бога ради. Давайте смотреть. Итак, металлический брашированный корпус, немножечко матовый, хромированное колечко вот здесь, хромированное колечко здесь. На самой верхушке мы с вами увидим логотип пеликана, я вам уже говорил, что это старенький логотип с двумя пеликанами в гнездах. Дальше, позолоченный клип, вот такой широкий прямой, и клип здесь подпружинен, что мне очень даже нравится. Здесь на колечке написано «Пеликан», «West Germany», «Западная Германия». Далее, немножечко сходящийся к кончику баррель, и опять хромированный верхушек. Здесь черное колечко, здесь черное колечко. Такая очень даже симпатичная ручка. Ручка достаточно длинненькая, но тоненькая. Вот так, на длину 14 сантиметров, максимальный диаметр барреля 10 миллиметров, и вес здесь совсем небольшой, всего-навсего 15 грамм. И вот она у нас по сравнению с «Монгланом» 146. Ну, вы видите, совсем тоненькая, но длинненькая ручка. Хочется сказать, что ручка сделана очень неплохо. Она производит такое серьезное крепенькое впечатление, ничего не люфтит, ничего не болтается. Сделана очень неплохо. Колпачок здесь на защелочке. Защелочка, я бы сказал, достаточно тугая. Открывается тихо, защелкивается, ну, с таким тихеньким щелчком. И если мы с вами снимем колпачок, то увидим мы, что вот здесь есть небольшое колечко с выступами, которое удерживает колпачок в закрытом состоянии. Небольшая ступенечка, которая ощущается пальцем, она немножечко островато. То есть, если сюда за нее задеть, то можно почувствовать. Тоненькая черная пластиковая секция в продольную носичку. Колечко и вот такой вот перышко. Ну, перышко здесь явно совершенно похоже на Монблановское перо, которое называлось Уинкнип. Видите, да? Ну, вот у Монблана оно такое чуть-чуть более интересное по краям. Такие перья Монблан придумали в 50-е годы. Значит, в данном случае перышко золотой 14-каратная. А были ручки этой же серии и с стальными перьями, а вот здесь написано 585 и 14-карат. Минимально оформленная перышко. И здесь буковка М, то есть ширина этого пера Мидиам. И здесь пластиковый фидер, немножечко какой-то интересной формы. Значит, ручка имеет картридж-конвертерную систему заправки. Здесь у нас с вами формат Standard International. В комплекте был родной конвертер с резинкой внутри, но, к сожалению, резиночка рассохлась, и конвертер перестал работать. Здесь сейчас установлен обычный пеликановский современный конвертер формата Standard International. Но здесь была какая-то беда. Вот эта пипка немножечко мешала закрываться ручке. Да, поэтому мы ее немножечко здесь сточили. И теперь ручка нормально совершенно закрывается, но функционал это не влияет ровным счетом никак. А в руках? В руках ручка лежит очень неплохо. Баланс немножечко сдвинут кверху. Ну, как обычно, тоненькие ручки. Да, те, кто любит тонкие ручки, тому подойдет. Кто любит ручки потолще, тому, конечно же, не очень. Но, в общем и целом, очень приятненькая, крепенькая, аккуратненькая ручка. Ну, давайте посмотрим, что у нас умеет делать стоперочка. Итак. Пеликан. Сигнум П 560 Друзья мои, да, сигнум латинское слово, поэтому читается именно так. Англоязычные обзорщики называют это сайном, но сигнум все-таки правильно, латинское слово. П 560, перо А здесь перышко медиа 14 карат Или 585 проба, соответственно, золота И чернила Висконти-блэк И так, что вам сказать про это перышко? Ну, во-первых, оно очень тоненькое, да, для медиума оно совсем тоненькое. Это файн, причем такой тоненький файн. Не очень характерно для современных пеликанов, обычно у них современные переда, они даже шире, чем она не заявлена. У перышко очень странная по форме напайка, я таких не видел, друзья мои, ну, так вот будет совершенно не увидеть. Она практически квадратная. Вот, она практически квадратная, а немножечко странно отполирована. И очень такая необычная обратная связь от этого перышка. В общем, друзья мои, сложно достаточно описать, но поверьте, это не очень гладкое перо. Не очень гладкое перо. У него своеобразная обратная связь, но, в общем, и целом достаточно приятная перышко. Пёрышка не капризничает, не засыхает Вот она у меня заправлена с воскресенья Да, эта ручка, я её не трогал И, как видите, пишет и без проблем Подача Подача, я бы сказал, средняя И пёрышка чуть-чуть пружинистая Да, на него можно поднажать и получить немножко более широкую линию Но, конечно, это никакой у нас с вами не флекс А таким образом, друзья, что я вам хочу сказать Очень крепенькая, аккуратненько сделанная ручка Сделана она, я бы сказал, даже немножечко получше, чем Хестил Или, скажем, недорогие Монбланы, там типа Слимлайнов или Нобли Очень аккуратненько Колпачок не люфтит Всё красивенько, хорошо В общем, если вы любите тоненькие ручки вот такого стиля То, по-моему, Пеликан очень-очень неплохой выбор Дмитрий, спасибо вам огромное Никогда не видел раньше такую ручку Друзья, мы увидимся в следующий раз Пока-пока